Всемирная организация здравоохранения включила недоверие к вакцинации в список 10 глобальных угроз для здоровья населения. Ежегодно от различных инфекций в мире умирает 12 миллионов детей. Поговорим об этом. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Вы уже готовы звонить доктору, дежурный врач нашей скорой и телевизионной помощи. Сегодня Светлана Пыркова, заместитель главного врача 15-й поликлиники, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии, сам ГМУ. Здравствуйте. Светлана Александровна ответит не только на мои, но и на ваши вопросы. 202 11 22. Телефон будет время от времени на экране. Пожалуйста, звоните к нам в студию, мы ваших звонков ждем. Ну, я уже заявила про прививки в самом начале нашего разговора, и об этом хотелось бы сегодня и поговорить, потому что, наверное, это как раз тема, которая вызывает непрекращающиеся баталии и просто в обществе, и на страницах интернета. Национальный календарь прививок, он существовал, я, конечно, не возьмусь сказать, сколько лет, да, но когда он менялся в последний раз? Вы знаете, национальный календарь профилактических прививок, он годы издания 2015-го. Свеженький совсем. Относительно, да, но в нем есть изменения, и эти изменения в зависимости от меняющейся, например, ситуации, именно в мире вакцин вообще, может изменение быть практически ежегодной. И все, конечно, зависит от и ситуации эпидемиологической, потому что, вот, например, новая наша ситуация может изменить национальный календарь профпрививок. Скорее всего, наверное, изменит. Скорее всего, изменит. И, например, это может меняться, потому что мы по Всемирной организации здравоохранения, по отношению к европейским странам всегда сравниваем свой национальный календарь. Конечно, в европейских странах он более наполнен, и мы стремимся к тому, чтобы наш календарь также был наполнен, потому что мы вакцинируем в основном от тех видов заболеваний, которые вызывают как крайне тяжелые случаи заболеваний, так и летальные исходы. То есть в Европе больше прививок? Да, в Европе больше прививок. И самое интересное, еще больше ответственности за их непроведение. Серьезно? Вы меня удивили. Сейчас, надеюсь, расскажете об этом. Обязательно. А количество, сейчас так на вскидку можете назвать или это достаточно? Ну, например, до года мы прививаем детей от 10 инфекций. А потом мы повторяем, проводим ревакцинации от тех заболеваний, чтобы сформировать достаточный стойкий иммунитет. Ну, например, за всю жизнь детям мы делаем всего два раза прививку от корикоростной хипаратиты первый раз в год и потом ревакцинацию с 6 до 7 лет. И также мы делаем прививку от туберкулеза. При рождении мы делаем ребенку и затем в возрасте с 6 до 7 лет повторяем. Но есть те прививки, которыми мы вакцинируем детей, например, еще до года трехкратно. И потом в течение жизни повторяем с определенной периодичностью. Опять же, с той целью, чтобы создать стойкий иммунитет, чтобы ребенок данной особо опасной инфекцией просто-напросто не заболел. А вот такие заболевания, как столбняк, дифтерия или полиэмиелит, они встречаются крайне редко. Не идет речь о том, чтобы убрать их из календаря прививок? Да, на самом деле они встречаются крайне редко. Ежегодно есть случаи носительства, например, дифтерии. Выявляются эти случаи при, например, исследовании ребенка с целью уточнения диагноза, ангин или это, или это дифтерия. Но заболевание такое, как заболевание полиэмиелита, оно очень распространено в природе. И поэтому его течение крайне тяжело. В 100% случаев вызывается у ребенка, если мы говорим о детях, возникает инвалидность. И поэтому пока вопрос о отмене данных прививок не идет. Последние данные в ЦИОМ говорят о том, что 10% населения России отказывается от вакцинации. А у нас в городе? Вы знаете, конечно, это такая достаточно цифра. Я не могу сказать, однозначно она по всем лечебным учреждениям разная. Мы, конечно, медики, стремимся, чтобы эта цифра не увеличилась из года в год. Но, к сожалению, не все в наших руках. Она все-таки увеличивается. Она, вы знаете, она достаточно неоднозначна. Мы не говорим о 10%. Это несколько меньшая по данным цифры, по данным нашей статистики. Но она меняется. И она меняется, конечно, и в зависимости от отношения родителей к вакцинации, и, конечно, меняется в зависимости от состояния здоровья детей. Наверное, проведение профилактических прививок – это один из видов деятельности, профилактической деятельности, которая является, ну, основной, наверное, в работе врача. И тот доктор, который искренне верит и убежден о том, что когда он направляет ребенка на профилактическую прививку, он защищает его, у этого доктора, я вас уверяю, будет, ну, крайне малое, просто незначительное количество отказов. И чаще всего это дети, которые прибывают к нему на участке. Но докторы – это те же люди. И, конечно, среди нас тоже бывают те, которые, допустим, не все прививки приемлют, и по поводу некоторых, например, видов у них есть свое мнение. Вот такого доктора на участке будет гораздо большее количество отказов по сравнению с другими. Риторически совершенно вопрос задам, а вы. Вы знаете, я сторонник вообще открытый, явный. Я при всех удобных случаях, при любом своем выступлении, где бы то ни было, в средствах массовой информации, если мне удается написать куда-то, например, статью, которая хоть каким-то образом касается профилактических прививок, я всегда агитируюсь за их проведение. Я в течение 10 лет, например, делаю прививки от гриппа всей своей семье. И несмотря на то, что в моей семье есть члены разного возраста, после того, как мы стали делать их внутри семьи постоянно, у меня в августе у членов моей семьи возникнет только один вопрос. Мама, а у нас есть уже прививки от гриппа? И когда мы будем делать? Потому что это не имеет какой-то основательной, доказательной базы, но когда мы вакцинируемся от гриппа, количество эпизодов респираторной вирусной инфекции у нас в семье тоже понижается. То есть мы говорим уже в данной ситуации о коллективном иммунитете. Если 60% в семье привиты, то есть вероятность, что никто в ней не заболеет совсем. То есть вы уже рефлекторно выработали у семьи, когда же прививка? Просто дело в том, что в моей семье есть старшее поколение, которое, конечно же, в связи с возрастом, страдает такими достаточно серьезными заболеваниями, как заболевания сердечно-сосудистой системы и даже бронхиальной астре. Они не медики? Нет, они не медики. И когда мы стали вакцинироваться от гриппа, то у них прекратились обострения их основных заболеваний. У них заболевания стали протекать в легкой форме. То есть им достаточно байсной терапии и непостоянное использование инновационных, например, средств для того, чтобы, например, прекрасно себя чувствовать. И это вызывает у них совсем другое ощущение отношения к жизни. И поэтому прививки для них уже, ну, это норма жизни. Мне кажется, даже на психологическом уровне, да, они понимают, что защищены, и им где-то в какой-то момент комфортнее. Совершенно верно. Психологически вот такой вот, конечно, элемент, это имеет место быть обязательно. Если вы опоздали к началу нашей телевизионной консультации, сообщаю, что в студии программы «Звоните доктору» сегодня Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр города Самары. Мы сегодня говорим о детях, мы говорим о прививках. 202-11-22. Вы можете позвонить к нам в студию, если у вас есть вопросы касаемо здоровья. А я хотела спросить, каких прививок на сегодняшний день больше всего боятся родители? Вы знаете, я, наверное, не смогу вам назвать конкретно какую-то прививку. Я думаю, что родители больше всего боятся, во-первых, что, например, после того, как ребенку будет произведена прививка, у него поднимется температура, и они не смогут с этим справиться. Они боятся каких-то аллергических реакций. К сожалению, у нас зачастую работают вот это вот наше, если так можно назвать, юбочное радио, да, когда, например, из контекста общей информации по... Ну, наверное, это не патологические реакции на проведение префлактических прививок, а нормальная физиологическая реакция выдергивается вот этой вот строчке, когда обсуждается только тяжесть протекания этого процесса, но сама суть, она практически утрачивается, вот когда выдергивается какое-то одно предложение из общего текста. И я могу сказать, что почему-то иногда обсуждается то, что профилактические прививки могут привести, например, в отставание в интеллектуальном развитии. Я могу сказать, что я после окончания института практически в течение 30 лет уже работаю в амбулаторно-поликлиническом звене. На моем практике мы такой случай не разбирали еще ни разу, причем не на нашем уровне амбулаторно-поликлиническом, не на уровне нашего министерства. А с учетом того, что любая реакция на прививку, которая не укладывается в нормы либо патологии, либо физиологии, это является поводом для служебного расследования, расследования Роспотребнадзора. Это ребенок немедленно госпитализируется, и это, знаете, это ЧП фактически, не только какого-то местного масштаба, но и просто, наверное, даже на уровне Самарской области. И, конечно, если бы такие ситуации возникали, я бы обязательно была в курсе. Поэтому это, вот, знаете, наверное, какие-то дефекты в нашей разъяснительной работе. Если сидя глаза... Однозначно, разъясняйте сейчас. Поэтому я разъясняю, что если сидя глаза в глаза, мы родителям говорим о том, что сейчас даже в эпоху коронавирусной инфекции, когда мы вносим средства индивидуальной защиты, соблюдаем социальную дистанцию, используем чаще средства, которыми обрабатываем помещение поверхности. У нас обязательно должен быть обеззараживатель воздуха. Но в этой ситуации мы все равно в обязательном порядке вакцинируем. Вакцинируем потому что, если мы сильно увлечемся, например, той же самой коронавирусной инфекцией, а забудем о тех заболеваниях, которые, ну, в течение, я не знаю, эпох вызывали, ну, крайне тяжелое течение, инвалидность, то эта добра нас точно не доведет. И поэтому мы не забываем ни в коем случае защищать наших детей, потому что они рождаются, ну, практически незащищенные, а собственные специфические моноглобулины у них формируются к году. И нам надо успеть годы, успеть их как раз защитить. Наши зрители могут тоже поделиться своим мнением на эту тему. Прививайтесь ли вы, прививаете ли детей? 202, 11, 22. Можно позвонить к нам в студию, рассказать об этом. Вы уже заговорили, Светлана Александровна, про прививку от гриппа. Я хочу этот разговор продолжить, но сначала давайте посмотрим сюжет. Сюжет не этой прививочной кампании, которая еще не началась, на пороге которой мы стоим, да, а предыдущий, но тем не менее информативный сюжет. Найти пару минут на прививку или заболеть гриппом. Семья Илларионовых давно решила, вакцина помогает избежать этого заболевания. По советам лечащего врача, они из года в год активно прививаются от гриппа. Прививка сама, она спасает от того, чтобы от тяжелых последствий во время волны гриппа, то есть нет таких последствий и нет осложнений. А так как мы делаем ее каждый год в одно и то же время, поэтому, соответственно, болеем мы меньше. Все хорошо, никаких последствий нет, ничего не болит. Я стала болеть реже. Детское и взрослое отделение 15-й поликлиники получили отечественную вакцину с Эвигрипп. Это уже вторая партия. Первая поступила еще в сентябре. 70% прикрепленных к больнице пациентов смогут привиться. Особенно важно сделать уколы тем, кто находится в группе риска. Люди старше 65, дети до 2 лет и те, у кого хронические заболевания. Споров вокруг вакцинации много. Ее противники говорят, каждый год появляются новые штаммы гриппа. Медики соглашаются, но уточняют. Каждый год меняется и состав вакцины. После введения вакцины в организме в течение 10 дней вырабатывается собственный иммунитет. И только после двух недель проявляются ее полезные свойства. Специалисты рекомендуют не откладывать посещение поликлиники и начать прививаться уже сейчас, пока не началась эпидемия. Вакцинация продлится до конца ноября. Ну, во-первых, что нового будет в этом году или все, собственно, сказанное сохранится? Ну, я так думаю, что все слова, сказанные вот в предыдущем как раз репортаже, они актуальны и на данный момент времени. Совершенно справедливо, что вакцина в этом году, она уже поступила и будет прям в ближайший период времени распределена по лечебным учреждениям. Совершенно справедливы те слова, что на самом деле ежегодно состав вакцины обновляется. И с учетом, например, возбудителей прошлого года, она состав, измененный состав уже, в измененный состав в новые вакцины входят соответствующие компоненты, и благодаря которым мы после вакцинации сможем защитить как детей, так и людей более старшего поколения из группы риска. И на совершенно справедливы те слова, что в первую очередь мы должны привить тех пациентов, которые у нас наблюдаются диспансерно, то есть страдают какой-то хронической патологией. А детям все-таки прививки от гриппа? Вот смотрите, например, если ты человек взрослый, тебе могут на работе предложить привиться, либо ты сам захотел, а относительно детей? Мы детей прививаем практически, начиная с шести месяцев, не практически, а на самом деле от гриппа. Единственное отличие, что когда мы ребенку делаем первый раз в течение его жизни, мы делаем его двухкратно с интервалом либо две недели, либо один месяц, в зависимости от вакцины. И потом в дальнейшем вакцинируем от гриппа детей ежегодно. В категорию бесплатно получающих прививку от гриппа входит все детское население, с шести месяцев, школьники, и подростки в том числе. То есть практически все детское население мы в этом году планируем привить в объеме не менее 75%. Сделал прививку и все равно заболел. Зачем тогда ее делать? Ну, я думаю, вам знакомо это мнение некоторых людей. Как к нему относиться? Вы знаете, если привести, например, такой пример, когда мы видим заболевшего гриппом больного, это в течение 70 дней высокая температура. 7-10. Это высокая температура, это интоксикация, это боль в горле, это ломота. И завершение этого заболевания не всегда выздоровление. Это, возможно, осложнение. Причем, по данным статистики, каждая тысяча заболевших гриппом в составе вирусной инфекции и гриппа приводит к обострению и к смерти от сердечно-сосудистой патологии в количестве от 1 до 5 человек ежегодно и от 15 до 52 процентов от сердечно-сосудистой патологии. То есть от уже заболевания нервной системы. То есть вот сама заболеваемость это является триггером вот для такой патологии людей более старшего возраста. Что мы говорим, если, допустим, пациент заболел, вернее, привит, но заболевает? В какой форме протекает его заболевание? Однократный подъем температуры, он ложится спать, например, ну, что-то нестероидное, противовоспалительное, протестамол и бупрофен выбивает. Утром уже чувствует себя прекрасно. Вот в такой форме протекает легкая, это легкая форма, в такой форме протекает заболевание после вакцинации от гриппа. Я думаю, что если вот сравним лучше болеть или лучше вакцинироваться, я думаю, что, конечно, перевесит однозначно проведение все-таки прививки от гриппа. Потому что мы, в первую очередь, говорим о профилактике осложненных форм и, самое главное, о профилактике летальных случаев. Я напомню еще раз номер прямого эфира 202.11.22. Можно позвонить к нам в студию, потому что сегодня у нас в гостях главный внештатный педиатр города Самара Светлана Пыркова, которая ответит на ваши вопросы. Вот мы уже говорили о том, что останавливает многих реакции на прививку. А вот какую реакцию считать нормальной? То есть что может быть в норме? А какая все-таки должна насторожить? С этим надо что-то делать. Ну, я могу сказать, что в первую очередь, например, дети наши от года, когда они вакцинируются, то на следующий день к ним обязательно приходит медицинский работник, средний медицинский работник, и очно, не по телефону, должен осмотреть ребенка, посмотреть место инъекции. При этом посещении родитель, законный представитель должен померить температуру, и потом медицинская сестра, например, или фельдшер докладывает о состоянии ребенка лечащему врачу. Если же мы говорим о физиологической реакции, которая возможна после проведения профилактической прививки, как правило, мы сюда можем отнести подъем температуры не выше 38,5 градусов и какое-то общее недомогание. Если же мы говорим о патологической реакции, то это все выше 38,5, и мы еще можем в разряд физиологических реакций отнести местной реакции, то есть, например, покраснение в месте инъекции, уплотнение не более 5 сантиметров. Если выходит за эти пределы, то это уже отклонение от нормального протекания поствакцинального процесса, и в этих случаях необходимо родителям обязательно обратиться к лечащему врачу. Я думаю, не случайно же прививочная кампания начинается осенью. А сколько нужно времени для того, чтобы выработался иммунитет в организме? Для того, чтобы выработался иммунитет, в зависимости от вида вакцины, ну, необходима различная продолжительность времени. Например, если мы берем вакцину от туберкулеза БЦЖ, то это происходит практически в течение, например, первого года у ребенка. А если мы берем такие вакцинальные препараты, как, например, вакцина от гриппа, то это в среднем 10-14 дней. После чего фактически уже наш пациент, который будет привит, он уже имеет, он защищен, то есть имеет иммунитет. Но мы же на самом деле не знаем, когда начнется подъем заболеваемости гриппом. То есть вот когда прививаться? А сколько времени этот иммунитет держит? Он год держится? Да, он держится год. И, конечно, все всегда медики рекомендуют максимально в ранний период времени привиться. Почему, например, в этом году это вот данный период времени? Потому что мы пытаемся организовать, чтобы начало вакцинального, наверное, вообще сезона, пришлось на то, что дети еще не успели пойти в организованные коллективы. Мы всегда рассчитываем на то, что после того, как дети идут в организованный коллектив, они быстрее, чаще, к сожалению, начинают болеть сезонными заболеваниями. И нам, так мы называем, необходимо найти светлый период, когда не имеет катаральных явлений, легкой, даже небольшой температуры, и самое главное, в семье, тоже никто не страдает никакими вирусными инфекционными заболеваниями. И в этот период времени необходимо быстренько-быстренько сделать прививку. Вот в данный момент, если мы говорим с вами о прививке от гриппа. В общем, конечно, оптимальный вариант до того, как дети пойдут в школу или, например, в детский сад. Ну вот уже не успели. До какого времени все-таки стоит... Я сейчас про прививку от гриппа говорю. До какого времени ее есть смысл делать, когда уже может быть поздно? Вы знаете, я так думаю, что в течение осенне-зимнего периода, до наступления Нового года, это делать необходимо. Это связано, в первую очередь, и с тем, что мы ожидаем циркуляции вируса гриппа. И, например, ежемесячно мы слушаем информацию от, допустим, о эпидемиологической ситуации. И необходимо привиться до того, как вирус гриппа начнет циркулировать. Пока такой информации о его циркуляции, о начало, например, случаев и диагностики гриппа мы еще пока не имеем. Поэтому у нас есть еще запас времени. Хорошо бы грипп нам заранее присылал в Телеграмму. Да. Тук-тук. Я уже иду. Да, приду. Готовьтесь. Одним из аргументов противников вакцинации является то, что они считают, что производители прививок вступают в сговор с медицинскими работниками и навязывают ненужные инъекции, поскольку производство вакцин считается доходным бизнесом. Да, есть такое мнение у родителей. Ну, конечно, медицинские работники, наверное, из уст в уста, из поколения в поколение передают те невероятно тяжелые ситуации, которые возникают при, например, пандемиях. У нас с начала нашего, наверное, вообще века даже не вообще существования мира было зарегистрировано более 130 пандемий, причем заболеваемость касалась, это десятков миллион людей по всему миру, и это около 300 тысяч смертей. И поэтому, когда медицинские работники участвуют вот в таких мероприятиях по спасению, по оказанию помощи, их не нужно агитировать, быть активными сторонниками вакцинации. Они просто выполняют свою работу и стараются это делать хорошо. И я так думаю, что они должны быть глубоко в душе, эгоистично заинтересованы вакцинировать как можно больше для того, чтобы заболеваемость снизилась и как можно меньше пациентов к ним обращались именно с жалобами. А они бы, например, выполняли одну свою профилактическую работу, санитарно-просветительскую, например, деятельность вели и были бы счастливы. Вы знаете, в последнее время достаточно часто появляется информация о том, что, кстати, об этом говорят родители детей инвалидов, о том, что случилось все это после прививки. Я понимаю, что говорят и пишут много, да? Но все-таки такие случаи, они имеют место? И как вообще вот с этим быть? Ну, я, мы, получается, с вами уже в предыдущей беседе с вами немножко костылись этой темы, да? То есть, фактически... Про интеллектуальное развитие говорили. Да, 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 совершенно точно. У нас любая прививка – это, естественно, серьезное мероприятие. Для того, чтобы ее можно было разрешить, ребенку провести, у нас есть для этого соответствующие показания. Все эти показания при посещении медицинского работника, а допустить к прививке может только доктор, либо фельдшер, который наделен полномочиями. Все необходимые обстоятельства перед проведением профилактических прививок обязательно выясняются. Обязательно должна проводиться термометрия. В семье уточняется, есть ли заболевшие или нет. Обязательно медицинский работник должен выяснить, была ли реакция на предыдущую прививку. И если возникает такая ситуация, когда, например, родители опасаются, как будет протекать поствакцинальный процесс у ребенка, будет ли подъем температуры, будет ли какая-то аллергическая реакция или иные какие-то реакции, то мы можем порекомендовать родителям, например, провести так называемую реакцию, аллергическую реакцию, реакцию лейкоцитолиза. Это реакция, которая делается у нас, например, в диагностическом центре. И они тогда будут точно знать, в какой форме будет у них протекать поствакцинальный процесс. Будет температура – не будет. Будет аллергическая реакция – нет. То есть фактически не будет определять переносимость того или иного вакцинального препарата. Давайте примем звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Вы извините, пожалуйста, у меня такой вопрос. Если у вас ребенка 12 лет, и он немножко аллергик, нам стоит делать прививку, например, в школе, сразу раз, и идите на прививку. А может быть? Что нам делать в таких случаях? Спасибо большое вам за вопрос. Я с удовольствием отвечу. Аллергическая реакция, если у вашего ребенка есть, на куриный белок. Потому что ежегодно вакцину изготавливают, культивируя ее на куриных эмбрионах. Вот только в том случае, если у вас есть аллергическая реакция на куриный белок или, например, в принципе, на курицу, то в этом случае вам делать прививку от гриппа не обязательно. Лучше не делать, потому что, возможно, аллергическая реакция. Но если вы хотите защитить вашего ребенка, я тоже вам предлагаю использовать ту же самую реакцию ликоцитолиза или аллергическую реакцию, проверить, как ваш ребенок перенесет ее, и тогда, возможно, вы точно будете знать, как она будет протекать, в какой форме. Я еще хочу в завершении дело к концу передачи двигается у нас, да. Хочу спросить вас, а что бывает при отказе от вакцинации? Ну, я знаю, что могут не принять в детские учреждения, и может ли это потом как-то откликнуться уже во взрослом возрасте для человека, если родители отказались делать ему прививки в детстве? Ну, если родители отказываются делать ребенку прививки, то в первую очередь с ним, естественно, проводится активная санитарно-просветительская работа. И его ругают. Всего медицинского персонала это начинает лечащий врач, к этому подключается заведующее отделение, врач кабинета профилактики инфекционных заболеваний, может подключиться председатель врачебной комиссии, но если все-таки родители стойки в своем решении, то подписывается информированное согласие о том, что от какого вида вакцин они отказываются. Это информированное согласие передается в тот коллектив, который посещает ребенок. И уже принимает решение разрешить посещать организованный коллектив или не разрешит посещать организованный коллектив, может только директор этого организованного коллектива. То есть фактически вот мы нашими нормативными актами поставлены вот в данную ситуацию. Чем это в дальнейшем может грозить? Ну, конечно, это может грозить самими различными ситуациями. Во-первых, этот ребенок может заболеть. То есть самые опасные инфекции в тяжелой форме может это привести вплоть до летального исхода. Но я могу сказать, что ответственность тут в данной ситуации на родителях еще и за тех детей, которые страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, принимают какие-то химиопрепараты, какие-то гормональные препараты, цитостатики. Они мечтают привиться, чтобы не заболеть, но не могут это сделать по состоянию своего здоровья. И тот самый заболевший ребенок, который не привитой, родитель которого отказался, может стать источником, понимаете, их заболевания и тяжелого вот такого течения летального исхода. Светлана Александровна, я вас благодарю. Очень доходчивый, доступный был разговор сегодня. Думаю, что о прививках понятно теперь все. Мы прощаемся с нашими зрителями. Увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!